На сегодняшний день около 2000 волжан нуждаются в проведении операции по удалению катаракты, опасного заболевания, приводящего к слепоте. Местные офтальмологи в состоянии ежегодно оперировать только 500 человек. На большая неспособна техника, стоящая у них на вооружении. С нынешнего года ситуация должна измениться. Городское отделение микрохирургии глаза получило новую современную аппаратуру, которая была приобретена на средства городского бюджета. Волжские офтальмологи совершили настоящий технический прорыв в вопросе лечения катаракты. По словам самих медиков, операции, которые сегодня проводят во всех крупнейших клиниках Европы и Америки, теперь доступны и волжанам. Вся операция происходит через маленький двухмиллиметровый разрез роговицы. При этом происходит факоэмульсификация, то есть дробление хрусталика и его удаление из полости глаза. И на его место в боевый уже капсульный мешочек имплантируется искусственный хрусталик. Новые высокотехнологичные операции существенно сокращают время реабилитации больного. Уже на четвертый день пациент может идти домой. Для того, чтобы выполнять хирургические вмешательства с помощью новой аппаратуры, волжские врачи прошли специальную подготовку. Все врачи у меня прошли подготовку системы Витлапа. Это Санкт-Петербург и Уфа. Все знакомы с этой машиной. Вопрос стал в том, что на следующей неделе мы все пробуем посидеть на ней, поработать. И максимум через неделю мы на ней работаем уже в полную силу. Разумеется, самая современная аппаратура – удовольствие не из дешевых. Покупка американского оборудования обошлась городскому бюджету в 3 миллиона рублей. В нашем бюджете на этот год не заложены деньги на приобретение оборудования. Единственное, что продолжается выплаты в лизинг, ранее приобретенные. Поэтому пришлось искать другие пути. Я как депутат поставил вопрос на бюджетные комиссии. Мне помог Роман Ткачев, депутат нашей городской думы. Идею депутата Макарова о необходимости приобретения нового офтальмологического аппарата поддержали не только все народные избранники, но и руководство Волжской мэрии. И в итоге в бюджет были внесены поправки и выделены необходимые средства. Теперь у почти двух тысяч жителей города, страдающих серьезным заболеванием глаз, появилась возможность провести необходимую операцию в родных стенах без утомительных поездок в Волгоград.